Друзья, приветствую. После победы на СССР 135 со мной Расул Албасханов. Поздравляю тебя, приветствую. Расул, в сопернике получил Александра Прая. Ты являешься пятым номером рейтинга. Дважды бился за пояс в лиге. Тогда получил соперника не из рейтинга. Было ли какое-то дополнительное давление? Я тебе по секрету скажу. Я три раза бился за пояс, не два раза. Ну, по воле Всевышнего я не мог собрать пояс. Все по воле Всевышнего. Поэтому, если один день суженой пояс заберем, бразилец довольно очень хороший. Он выиграл у Юнуса Явлоева моего рата. Ну, 8-0 сам за собой говорит. Хороший рекорд, хороший, достойный спортсмен, неуступчивый. Ну, сегодня по воле Всевышнего получилось, что победа на нашей стороне. Ты сказал про Юнуса Явлоева. Скажи, в этом поединке было для тебя что-то личное, что-то принципиальное? Знаешь, это не война, на самом деле. Это спорт. Чисто был спортивный интерес. Двойне хотелось, чтобы у него выиграть, на самом деле. Юнус, мы знаем, был чемпионом. И на данное время он, как сказать, у него был простой. Может, это сказалось для него. А так Юнус тоже отличный, достойный боец. Давно еще бьется в ринге. Мой брат. Я не считаю, что он проиграл. Ну, чуть надо было доработать. Большая часть побед Александра Прая одержана нокаутами. Опасался ли ты где-то его в стойке? Потому что казалось, что ты сам неплохо попадаешь. Казалось, что он в том моменте, что ты даже его немного потряс. Если честно, я неделю до боя очень сильно заболел. Я даже не мог вставать на ноги, на самом деле. Я был на весогонке. Я тренерам просто сказал, что я болею, чуть дома останусь. Если бы они мое состояние видели, они меня по-любому с боя сняли бы. А я не хотел с боя снаться. А я всегда стараюсь биться до конца и не срываться с боев. Такого еще не было, чтобы я с боя срывался и так далее. Ну, он хороший ударник. Но я могу бить руками, ногами. Проблем нет в этом. Просто мне всегда хотелось бороться. Ну, в последних боях я начал чуть стойки работать. Мы уже сами тоже заметили, наверное. Для меня это не проблема, а стойка тоже. Расул, поединок дома в Грозном при такой поддержке. Что это? Это дополнительная ответственность? Или наоборот, тебя это мотивирует и тебе это нравится? Это, конечно. Дома еще ни разу не уступил. Все бои я выигрывал дома. Биться дома – это нечто на самом деле. И проиграть перед публикой – это вообще сам глава Чженской республики. Каждую тренировку наблюдал, смотрел. Мы готовились к резиденции. Он, честно, очень сильно мотивировал меня. Расул, и заключительный вопрос. Есть кто-то из топ-10, с кем бы ты хотел разделить клетку? Может быть, это Азамат Пшуков, который за несколько боев до тебя одержал тоже очень яркую победу. Вы с ним как раз соседи по рейтингу. Пятый и шестой номера. Знаешь, 18-й уже у меня. Ни один боя не было, чтобы я кого-то себе там сказал. Как вы знаете, простого соперника у меня не было. Кого мне лига давала, я с ним выходил. И сейчас тоже готов. Кто мне лига даст, с ним я уйду. Когда мы в следующий раз тебя увидим в клетке? Я не знаю, доживу до завтра или нет. Посмотрим. Если доживем, время покажет. Спасибо. С победой.